Рассмотрим последовательность. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, потом идут 5, 5, потом 6, 6, и так далее. Понятно, что у этой последовательности есть номера членов 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Задача. Найти связь между числом n, которое вот здесь, и числом вот этой самой н-н-н. Давайте поймем, что это очень легко. Давайте поймем, что это очень легко. В каком месте происходит переход от одного значения к другому? Вот есть у нас, представьте, некоторое значение число k, и здесь вот некоторый номер этого самого значения е. Это очень просто. Если вы просуммируете все числа от одного друг к, это так называемое катая треугольное число, то вы должны получить число больше или равное, чем n. И при этом n должно быть больше, чем сумма от единицы до k минус 1. Ну, это афетическая версия, вы знаете, как считать. k умножить на k минус 1,2, больше или равное, чем n, больше, чем k умножить на k минус 1,2. А дальше все легко. Умножаем на 2, получается k в квадрате плюс k больше или равно, чем 2n, больше, чем k в квадрате минус k. И прибавляем по 1,4. Смотрите, если мы сюда прибавим 1,4, то из-за того, что это число целое, и оно больше другого целого числа, неравенство все равно останется вверху. k в квадрате минус k плюс 1,4. А если потому, что мы сюда прибавим 1,4, неравенство станет строгим. k в квадрате плюс k плюс 1,4, больше. Ну, замечательно. Это k минус 1,2 в квадрате, а здесь у нас k плюс 1,2 в квадрате, больше, чем 2n в квадрате минус k. Осталось извлечь квадратный корень, и мы получаем неравенство. k плюс 1,2 больше, чем корень из 2n, а это величина больше, чем k минус 1,2. Теперь давайте прибавим по 1,2. Получится k плюс 1 больше, чем 1,2 плюс корень из 2n, и это больше, чем k. Ну, вы уже понимаете, это как раз и есть интервал от k до k плюс 1. И, соответственно, число k – это целая часть числа 1,2 в корень из 2n. Вот такая первая наша сегодняшняя простая задача – понимание смысла обозначения целой части. Согласитесь, что ничего хитрого не было. Вот.